Здравствуйте, друзья! Этот обзор посвящен очередной IP-камере от китайского бренда Reolink. Для меня уже четвертый по счету и думаю, что не последний. Для тех, кто не видел моих предыдущих обзоров по продукции Reolink, ссылки в описании под этим видео. А я начну. Название этой модели RLC410W, максимальное разрешение 4 Мп, это 2560х1440, видеопоток до 30 кадров в секунду, битрейт до 6144 кбит, имеет встроенный микрофон, что является редкостью для наружных камер, поддерживает карты памяти формата microSD до 64 гигабайт, сеть Ethernet и двухдиапазонный Wi-Fi 2.4 и 5 ГГц, Power over Ethernet нет, максимальная мощность камеры до 8 Вт, класс защиты IP66, уличная установка, рабочие температуры от минус 10 до плюс 55 градусов Цельсия, но имейте в виду, когда камера работает, она греется, поэтому температура окружающей среды может быть значительно ниже, размер, диаметр 67, длина 186 мм, вес 425 г. Поставляется камера в бело-голубой картонной коробке, характерной для продукции Branderia Link, на ней изображена модель и фотография камеры. С другой стороны перечислены параметры камеры. Откроем коробку и приступим к разборке содержимого. А вот так выглядит весь комплект поставки, давайте быстро пробежимся по всем составляющим. Блок питания со съемной вилкой, в комплекте была европейская и британская. Выходное напряжение 12 Вольт, ток до 1 Ампера, то есть полуторный запас от заявленной мощности камеры. Удлинитель для питания, если розетка находится далеко от камеры и кабель Ethernet. Инструкции на пяти языках, из которых самый понятный для меня английский. Наклейка на стену для сверления отверстий гарантия и еще одна наклейка предупреждающая о видеонаблюдении. Крестовая отвертка, шестигранник и комплект крепежа. Мелочь к деталям это приятно, не часто камерам кладут отвертки. 410В – представитель классических цилиндрических наружных камер видеонаблюдения. В основании камеры настенное крепление и настраиваемая ножка-держатель. По окружности объектива располагаются инфракрасные светодиоды ночной подсветки и датчик освещенности. Мощности 18 диодов, по заявлению производителя, должно хватать на расстоянии до 10 метров. В верхней части корпус камеры образовывает что-то вроде козырька для защиты от капель во время дождя. Кабель, подключенный к камере, имеет три разветвления – питание, кнопка сброса и разъем для подключения Ethernet. Сзади находятся разъемы для подключения внешних антенн, посередине герметично закрытое гнездо для карты памяти. Антенны довольно большие и по длине они превосходят корпус самой камеры. Обе антенны рабочие. Камера двухдиапазонная с поддержкой технологии 2T2R MIMO. Вернемся к карте памяти. Для доступа к ней нужно отвинтить крышку. По периметру разъем имеет резиновую прокладку. Сама же крышка металлическая и крепится очень плотно. Уверен, что осадки камеры и карте памяти не страшны. Для подключения к приложению удобнее всего использовать кабельное подключение, даже если камера в дальнейшем планируется использоваться в Wi-Fi, как у меня. Для работы с камерой используется фирменное приложение Reolink. Камера, подключенная кабелем, обнаруживается сразу, ее необходимо инициализировать. Первым шагом нужно дважды указать пароль. Учетная запись по умолчанию Admin. Далее, называем камеру, выбираем Wi-Fi сеть, причем доступны оба диапазона 2,4 и 5 ГГц. Еще немного времени и камера подключится к роутеру. Инициализация завершится и камера будет готова к работе. Ethernet кабель можно теперь отключить. Основное окно плагина камеры в верхней части отображает видео в реальном времени. И если в зоне видимости камеры обнаруживается движение, об этом сигнализирует символ красного человечка. Изображение может транслироваться с одной или с четырех камер. У меня как раз четыре. Посмотрим на настройки устройства. Как я и говорил, необычным для наружной камеры является наличие микрофона. Запись аудио включается в настройках. В меню настройки изображения его можно перевернуть. В нижней части имеется ряд продвинутых опций. Например, яркость инфракрасной подсветки. Она зависит от нужной дальности. Баланс белого. Режимы день-ночь. Управление подсветкой. Цифровое шумоподавление, которое называется 3D DNR. Тут можно добавить ватермарк на видео, изменить положение или отключить название камеры, даты и времени. Камера транслирует два видеопотока, основной и быстрый. Максимальное разрешение 2560х1440, но лично мне достаточно 1920х1080. А вот частоту кадров я выбрал максимальную 30 и битрейт 2058 кбит в секунду. Для быстрого потока доступно только одно разрешение 640х360. Для записи по движению настраивается уровень чувствительности, или общий, или зависящий от времени суток. При необходимости можно задать область в кадре, на которую камера будет реагировать, а остальную часть игнорировать. Можно настроить отправку уведомлений, фото и видеофрагментов, снятых при обнаружении движения на электронную почту. Дополнительно можно задавать временной интервал для рассылок. Отснятый материал можно хранить на карте памяти и синхронизировать на внешний FTP сервер. Полезной является функция предзаписи, благодаря которой ролик записывается за некоторое время, в моем случае за 15 секунд, до обнаружения движения. В режиме воспроизведения камера отображает и таймлайн, и записанные ролики в виде блоков, на которых отображается время и длительность каждого. Из приложения можно скачать ролик или его фрагмент, но длительностью не более 30 секунд. Приложение можно полноценно использовать как монитор видеонаблюдения в горизонтальном режиме. Добавлю еще, что работает оно как в локальной сети с камерами, так и удаленно, используя собственное облако. Кроме приложения, имеется еще и программа Reolink для тех, кто предпочитает использовать компьютер. Нажимаем добавить устройство и выбираем камеру из списка. Большая часть настроек аналогична приложению, просто в программе делать это немножко удобнее и быстрее. Здесь же можно настроить статический IP-адрес, что пригодится для интеграции в альтернативные системы. Главной фишкой использования программы является загрузка записанных видеофрагментов. Для этого нужно перейти в меню воспроизведения, выбрать нужную камеру, отметить в списке нужных фрагментов и скачать. И в отличие от приложения, тут нет никаких ограничений на длительность ролика. Кроме этого, у каждой камеры есть свой собственный веб-сервер с воспроизведением видео через флеш-плеер, так что подключиться к ней можно и без установки дополнительного программного обеспечения. Ограничение только в том, что через браузер нельзя одновременно смотреть несколько камер, к каждой нужно подключаться отдельно. В остальном это практически аналог программы. Так как камера транслирует видео в стандартных видеопотоках, интеграция в Home Assistant сводится к прописанию адресов статической картинки и RTSP потока. Я делаю из одной физической камеры две логических, прописывая основной и дополнительный видеопоток. Основной используется для съемки фото, я отправляю их в Telegram, например, при открытии двери. А дополнительный легкий поток для онлайн-просмотра в интерфейсе LowLace, чтобы не грузить систему. Эту камеру я взял для замены IP-камеры Alphavise, на нее я тоже делал обзор. И хотя она отлично работает, интегрируется в Home Assistant, не отваливается, мне хотелось бы, чтобы все мои IP-камеры были в одном приложении, а для Alphavise, очевидно, приходилось держать отдельное. Поэтому установка получилась очень быстрой и легкой. Мало того, что подошли все три просверленных под Alphavise отверстия, так я еще использовал ее же блок питания. Разъем подошел и блок питания имеет аналогичные параметры 12 вольт 1 ампер. Да, еще добавлю то, что ИК-подсветка в ярком режиме хорошо видна в темноте, даже невооруженным глазом. Для полноты обзора осталось показать только примеры съемки при различном освещении. Съемка со звуком – особенность этой камеры. Еще один пример – это реальная съемка камеры в бытовых условиях. Четвертый по счету Reolink меня тоже не разочаровал. Качественная камера с хорошим разрешением и частотой кадров. При этом в штатном функционале камера имеет и приложение с удаленным доступом, причем работает стабильнее и быстрее, чем, например, тот же Mi Home, и программу для установки на компьютер под управлением Windows, и встроенный веб-сервер, и стандартные видеопотоки для интеграции с альтернативными системами управления. Я считаю, что по соотношению цена-качество – это очень достойный кандидат для покупки. На этом все. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях к этому видео. Если видео вам понравилось, ставьте лайки. Если вы не хотите пропускать новые выпуски, подписывайтесь на мой канал. Дальше будет еще интереснее. До новых встреч! Продолжение следует...